Маляванные диваны или маляванки Алена Киш. Яркие, экзотические и даже сказочные. Это сейчас ее имя ставят в один ряд с художниками Ника Перасмани и Анри Руссо. А 70 лет назад ее односельчане считали ее чудачкой. Именно об этом о непростой судьбе художника поставили спектакль в платформе ТОК. Прометивы. Артышок отправился на премьеру. Белорусский гений наивного искусства. Об Алене Киш известно очень немного. Жила в Слуцком районе и в 20-е годы в деревнях писала маляванки, рисованные ковры. Дываны для многих ее земляков стали окнами в наивный лучший мир, мечтами и миражами. Ее работы я первый раз увидела, когда мне было лет 16. Я увидела их среде в деревенском доме, то есть в доме, где жила бабушка моей подруги. Просто я начала расспрашивать, кто это сделал. И когда вот такая, то есть то, о чем говорится в спектакле, то есть была женщина, какая она была. Она говорит, ну, хорошая она была, но такая диковатая. Ее ковры были желанны в каждом деревенском доме. Их заказывали к праздникам. А автор за работу денег не брала. Рисовала за еду. На домотканном полотне некачественными красками. Оттого сохранилось очень мало работ. Многие белорусы что-то слышали о творчестве Алены Киш. Но в основном лишь отголоски и неточные факты. А что я про ее помню? Жена вообще от картона. Да еще ее картины. У кого-то есть в деревне. Помните? Картины? Да, которые она рисовала. А я не знаю, что она рисовала даже. То есть Анна Балаш была тем самым проводником, который как бы вот заразил нас и меня, и Алексея Андреева идеей поисследовать судьбу художницы. И все, что связано с ее жизнью, немного более подробно. Именно так из разговоров и рассуждений у Творческого союза родилась идея создать спектакль о творчестве Алены Киш. Материал для пьесы собирали в путешествиях по Беларуси. В архивах и библиотеках. Я очень долго не мог в эту историю войти. Просто я не понимал ее ни сюжетно, ни драматургически. Потому что фактического этого материала никакого не осталось. О ее жизни это такой тоже удивительный парадокс. Когда мы там, предположим, о Франтишке Скарына знаем, который жил там 400 лет назад, гораздо больше, чем мы знаем об Алене, которая 70 лет назад умерла. И отсутствие этого фактического материала оно не пускало просто в какую-то уже историю близкую к грамотургии, потому что очень не хотелось придумывать ее. Создатели Прометивоу рассуждали о культурной и эмоциональной памяти, об идентичности и, конечно, о вечной особой роли художника. Зрители, которые пришли узнать о судьбе Киш, услышав в спектакле немного биографических фактов из жизни художницы. Спектакль, в общем-то, по большому счету, не столько о Алене Киш, сколько о нас по отношению к Алене Киш. И именно поэтому, то есть, ну, мне кажется, что она свое, в общем-то, в истории уже сделала все, да, то есть она уже оставила свою энергию, она уже оставила свой след. И задача нас сегодняшних – это с этим отношения выстроить. Не понятое ни сейчас, ни тогда. Время не сильно изменилось. За глаза, а иногда открытое, ее назвали гультайкой и нахлебницей. Мол, вместо того, чтобы вместе со всеми работать в колхозе, она рисует. Не очень они не понимали, кто живет рядом с ними, зачем. И ничего, кроме такого непонимания, а иногда и скрытого раздражения, она у односельчан не вызывала. Самые популярные сюжеты, которые люди заказывали у Алены Киш – «Рай», «Письмо к любимому» и «Дева на водах». И если сначала малеванные ковры занимали главное место в доме, постепенно спрос на них упал. Их вытеснили ковры, изготовленные промышленным способом. Это ж не берется вот так вот снято. Можно с певностью сказать, что «Дева на водах» – это ее самая идентификация. Со стен «Деваны Киш» перекочевали в сараи и на чердаки. Ими даже стали накрывать мешки с картошкой. Но в памяти односельчан о художнице сохранились реальные истории. Когда на эти ковры пришла смотреть вся деревня, набежало много собак. Они гавкали. И их стали бить, чтобы собаки ушли. Эта художница, она стала кидаться и говорит, не бейте, им же болюче. Табеш не болюче, коли им болюче, тогда и мне болюче. И я хочу, чтобы нам всем от той ситуации, которая происходит сейчас с ее работами, стала болюче. Для чего это все и делается. То есть ее работу нужно сохранить и выставить. Ну вот, не болюче. Отправной точкой для спектакля стала случайная находка. Драматург Алексей Андреев прочел в газете о сохранившемся дневнике Григория Гордея. Личные записи – 30-е годы. Он жил в той же деревне, что и Киш. Драматург тщательно изучил тексты. Когда я читал этот дневник, история постепенно внутри меня начала складываться. И, конечно, эта история не про Алену Киш, как многие, наверное, ожидают. Это, в первую очередь, история про то, что мы помним и почему наша память так избирательна. Судьбы Гордея и Киш чем-то похожи, но при этом никак не пересекаются. Хотя в финале это случилось. Все-таки художественный вымысел. Ни селяны были, ни подобные они на нас за все-таки по особку тримались. Если бы не были селянского рода, она бы как у всех в городе копалась, а она пришла рассказать мне, что такое свое, выказаться. Читая дневники Гордея, я сначала все-таки еще надеялся, что хоть где-то, хоть одной фразой, да, он обмолвится про Алену на существование рядом с ними, но этого не случилось. Но возникла вот эта совершенно уникальная, с моей точки зрения, ситуация документального свидетельства о том времени. Марш! И закрыл граммовку! Эта история еще и про поиски самого Георгия Гордея. Размышления о том, какое место занимала культура в сельской жизни. Он читал Метерлинка о поисках синей птицы счастья, разводил розы и пробовал рисовать. Человек, который мог бы стать художником, благодаря которому я, по крайней мере, вот уже на документальной основе почувствовал, какой была та Беларусь, та деревня, которую мы потеряли. Сотни и тысячи художников-самоучников являются непосредственными строителями социализма. Спектакль еще и о времени, в котором было недотворчество. Ужасы коллективизации, насильственное переселение, репрессии, начало войны. Мы создаем уютный мир быта, или неуютный мир быта 30-х годов, которые описаны в этом дневнике. Актер Александр Молчанов в этом во всем купается, в этом быте. Уютный мир спектакля – это отснятый авторский видеоматериал, цитаты из интервью, живая музыка и игра одного актера. Чтобы найти все это, авторы отправились в экспедицию, опрашивали односельчан знаменитой художницы, собирали воспоминания о ней. За один световой день был отснят весь видеоматериал, были сделаны все интервью с местными жителями, и потом, наверное, на протяжении полутора месяцев мы это все здесь осмысливали. Звуковое оформление Дмитрия Лукьянчика. Музыка в постановке – еще один действующий герой. Те темы, которые поднимаются о нашей жизни, о нашей культуре, естественно, мы этим живем, и это те темы, которыми мы, собственно, дышим. Для меня это поэзия и музыка. Это так здорово, это так чисто, это так прекрасно. Тарелки, бубны и даже капельница – все для необычной звуковой атмосферы. Это мой стандартный инструментарий. Это тарелки, которые считаются, собственно, мусором. Это производство когда-то 50-х или 60-х годов ГДР. Я всегда их использую, ну, в своей какой-то музыке она всегда препарированная. Вот. И эти тарелки, как ничто другое, подходят и для театральных проектов тоже. Например, вот с этой тарелки с большой, она когда подзвучивается через микрофон и через специальный процессор, она звучит как оркестр. Сценографией занималась художник Анна Балаш, хотя говорит, что художественный образ спектакля – работа коллективная. Так в примитивах появились примитивные пальмы. Я их ненавижу. Я ненавижу пластиковые пальмы. Я называю их каргокульты. Боже мой, неужели наши сограждане делают вот такую вот модель рая, пластиковую, ужасную? То есть вот этот кошмарный рай на земле для того, чтобы что-то изменится. Это не надо делать. Рай совсем другой. Рай на ее картинках. В названии тоже все непросто и непримитивно, как может показаться на первый взгляд. Играли со смыслами. И речь не только о примитивном, наивном искусстве, а еще и об упрощенном восприятии. По-русски, если мы говорим «примите вы», и мы даже пытались как-то это графически отобразить в афише, но потом все-таки с этой идеей распрощались, оставили так, как есть, потому что, честно говоря, вот это как раз действительно тот случай, когда наивное, примитивное, оно обрастает таким количеством смыслов и метафор, что, в общем-то, к этому хочется тянуться, за этим хочется идти. Художница Алена Киш была самоучкой, талант вне времени. И не случайно ее любимый сюжет – фантазии на тему рай на земле. Она нисколько не наивное искусство, это просто искусство художницы, которое зовут Алена Киш. Поэтому, конечно, я хочу ее видеть в нашем национальном музее. Если говорить о пластическом языке, то есть это такой же уровень работ, как помпейские фрески, как живопись Ван Гога для меня абсолютно. То есть они уникальны, они прекрасны. Мы когда говорили, в каком жанре наш спектакль, мы вспомнили такое слово, которое называется диатриба. Это, в принципе, жанр греческих представлений. То есть это философская проповедь, обращенная, адаптированная к простым людям. То есть о жизни и смерти, о любви, о настоящем, о небесном. То есть это не просто цветочки, это не просто зайчики и белочки. Это о том, что… о важном, о самом главном, то есть о небе. После спектакля чувство растерянности, неопределенности, непонятности и непонятости. А еще сожаления. Ведь непризнанность творческих людей актуальна и по сей день. Возможно, частичка Алены Киш есть в каждом творческом человеке. Проблема взаимоотношений общества и художника, обывателя и творческого человека – это же вечная проблема. Но помимо этой извечной проблемы есть еще наша, очень наша, белорусская. Потому что мне кажется, что вот таким ненужным, как здесь, художник никогда и нигде не был. Большой дар нашей белорусской земле, что она родилась здесь. У нас нет таких больше. Она жила так, как видела, вопреки всему тому, что ее окружало. Жила в своем райском живописном мире. Мы, современники, начали говорить о ней совсем недавно. Появились не только выставки Алены Киш, но даже эксклюзивные шелковые платки с картинами автора. Однако по-прежнему часть ее знаменитых маляванок лежит в рулонах. Их невозможно экспонировать. Необходима реставрация. Почему это не мейнстрим? Это тоже один из вопросов, который мы пытаемся понять. И почему, собственно говоря, мы перепрыгиваем через стадию выстраивания каких-то реальных отношений с этими людьми и перепрыгиваем сразу в стадию, когда это все превращается уже в некий сувенир, мем и так далее и тому подобное. О таких художниках говорить нужно, чтобы не оставаться слепыми и глухими к искренней красоте. Театральная постановка для зрителей – лишь один из поводов. Чтобы их эта история трогала, чтобы она заставляла их думать о том, о чем думали мы, когда работали с этим материалом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова